Добрый день, добро пожаловать. Начнём с того, что передадим сразу же слово министру Демайо. Спасибо. Я очень рад вновь принимать здесь время министра иностранных дел Сергея Лаврова на этом этапе очень сложном, что касается международной конъюнктуры. С министром Лавровым мы, прежде всего, подчеркнули наше желание вести диалог и сотрудничество на этом этапе очень сложном в международной повестке дня. И я хотел бы начать, конечно, с ситуации в Афганистане, тема, которая была центром нашей беседы сегодняшней. И мы решили, что необходимо поддерживать координирование между странами-участниками. И диалог с Россией в этом смысле просто необходим. Я бы хотел, прежде всего, выразить своё решительное осуждение тех терактов, которые прогремели в последние часы в Кабуле, в частности, в аэропорту, где наш персонал итальянский занимался операциями эвакуации. Я хотел бы от имени итальянского правительства выразить нашу скорбь в отношении афганцев и морских пехотинцев, которые пострадали. И, естественно, мы уверены, что Москва в этом контексте является важнейшим игроком для того, чтобы решать эту ситуацию кризисную. Только действие глобальное и взаиморазделённое может быть эффективным в отношении новых властей Кабула. В ближайшие часы с завершением авиамоста и операции эвакуации завершится первая часть, чрезвычайная часть этого плана. И необходимо планировать второй этап. 31 августа – это первая дата. Естественно, нам нужно уже смотреть на среднесрочную и долгосрочную перспективу. МИД Италии уже работает над координированием плана в помощь афганскому народу. Как я сказал министру Лаврову, видение итальянское этого второго этапа должно пять приоритетов в себя включать. Во-первых, защита гражданского населения, конкретную защиту прав человеческих, противостояние терроризма. И, естественно, мы должны также эффективным образом планировать, как это отразится на миграционных потоках. Приоритет, прежде всего, заключается в том, чтобы защищать гражданское население. И я хотел бы ещё раз поблагодарить дипломатов итальянского МИДа и персонал Министерства обороны, которые занимаются сейчас этими сложными операциями. Второй приоритет для нас, как Италия, это чтобы талибы гарантировали гражданские свободы, в частности, права женщин и детей. И международным организациям должен быть дан доступ для предоставления гуманитарной помощи, потому что афгазскому населению нужна гуманитарная помощь. И, естественно, наше международное сообщество должно предоставить эту помощь. И эта страна не должна стать укрытием для терроризма. И нам необходимо также подумать о том, каким образом управлять миграционными потоками из Афганистана. И по всем этим темам мы переговорили с министром Лавровым. Я сказал, что необходим разделённый подход. Только глобальный разделённый подход позволит нам беседовать, вести диалог с новыми властями Кабула. И мы, как Италия, учитывая наше председательство в группе 20, мы готовы вести углублённые дебаты по Афганистану. С министром Лавровым мы обсудили основные темы программы 20-ки – здравоохранение, климат, торговля. И мы надеемся, что будет продолжаться сотрудничество России во время нашего председательства 20-ки, для того, чтобы противостоять глобальным вызовам. Мы обсудили также и проблемы Средиземноморского региона, начиная с Ливии. И для нас центральную роль играет сотрудничество с Москвой. И я подчеркнул министру Лаврову, что очень важно для нас это сотрудничество, и очень важно, чтобы международное сообщество поддерживало диалог внутри Ливии и взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций, которая является своего рода посредником. В рамках международной координации мы также подчеркнули необходимость вывода иностранных войск и иностранных бойцов из Ливии. И необходимо также было подчеркнуть наши двусторонние традиционные исторические связи между нашими двумя народами. И именно в этом духе мы приняли дорожную карту консультаций тематических для того, чтобы беседовать по основным международным досье политическим. Мы также готовы вместе организовывать усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией для того, чтобы гарантировать, чтобы выход из пандемии был, соответственно, позволил возобновить экономическую деятельность. У нас много экономических связей, технических, научных, которые объединяют наши страны, наше гражданское общество, наших предпринимателей, наши академические власти в области научных исследований. Одновременно мы считаем, что друзья должны говорить откровенно и очень откровенно нужно говорить по тем темам, по которым видение не совпадает министру Лаврову. Поэтому я еще раз повторил нашу озабоченность по делу Алексея Навального и сказал, что, на наш взгляд, необходимо применять к нему те критерии, которые удовлетворяли бы фундаментальным правам человека. Я сказал также, что необходимо разрешать с центральностью Минских соглашений украинский кризис, в том числе и в рамках ОБСЕ с нормандским форматом. И постепенно, продолжая применять Минские соглашения, позволит восстановить отношения между Россией и Европейским союзом по темам, представляющим взаимный интерес, например, по климатическим изменениям и по здравоохранению. И в перспективе мы должны будем именно подходить к этому на международном уровне, что позволит нам достичь наших целей. Спасибо за внимание. Уважаемые дамы и господа, мы завершили переговоры в Риме. С утра состоялась встреча с председателем сайта министров Марио Драги, а только что прошли подробные консультации с министром иностранных дел Луиджи Димаев. Италия – одна из ведущих стран, с которыми мы поддерживаем насыщенные торгово-экономические, инвестиционные сотрудничества. Ситуация с пандемией, конечно же, несколько притормозила соответствующие проекты. В прошлом году товарооборот снизился, однако за первую половину нынешнего года рост возобновился и составил уже 30%. Важную роль в этих усилиях играет Российско-Итальянский совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, который с итальянской стороны возглавляет Луиджи Димаев, а с нашей стороны министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мы обсудили предстоящие контакты на различных уровнях, выразили удовлетворение тем, что в этом году в июле в Екатеринбурге на международной выставке Иннопром страной-партнером первой из европейских государств выступила Италия, и министр экономического развития господин Джорджетти возглавил соответствующую делегацию. Мы дали высокую оценку и той работе, которую проводят Итало-Российская торговая палата и Российско-Итальянский комитет предпринимателей. Отметили позитивные результаты участия делегации итальянского бизнеса в Санкт-Петербургском экономическом форуме, который в этом году состоялся в начале июня, и где было подписано несколько важных коммерческих соглашений. Мы ценим и стремимся всячески развивать гуманитарные, культурные связи, образовательные обмены, хотим стимулировать контакты между молодежью, изучение языков наших стран и рассмотрели, как идет в этом году объявленный перекрестный год музеев. Есть целый ряд совместных проектов, включая мероприятия, которые будут организованы в Италии по случаю 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, и подтвердили поддержку деятельности форума «Диалога гражданских обществ». Мой коллега упомянул важность сложения усилий в борьбе с пандемией. В апреле этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным институтом имени Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Лазаро Спаланцани. Это договоренность, которая была простимулирована ситуацией с коронавирусной инфекцией, но она заложила основы для системного сотрудничества на длительную перспективу. Уверен, что это будет обоюдополезно. Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Италией, и это предоставляет итальянским гражданам возможность въезжать в нашу страну в таком же порядке, как и прежде. По международной повестке дня мы рассмотрели перспективы нашего сотрудничества на антитеррористическом, антикриминальном треках. Здесь у нас созданы неплохие заделы в виде двусторонних механизмов, есть и налаженные каналы взаимодействия по этим темам в рамках Организации Объединенных Наций. Конечно же, в свете итальянского председательства в группе 20 мы подробно говорили на функционировании этого объединения, которое более адекватно, чем узкие составы, отражает современные многополярные реалии. Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению террористических актов, к соболезнованиям в адрес семей погибших. И, конечно же, видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны. Ну и, конечно, говорили, когда вот о последствиях нынешней ситуации в более широком плане, о потоках мигрантов, беженцев, наши западные коллеги всегда хотят как-то усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки меня об этом уже спрашивали несколько дней назад. Все-таки урок надо извлекать. После Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана попытки навязать чужую систему ценностей, они весьма взрывоопасны. Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод все-таки закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах. Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии. Этот вопрос уже обсуждался на саммите, который прошел онлайн организации договора о коллективной безопасности. Очный саммит ОДКБ состоится в середине сентября. И параллельно на день позже состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Нет сомнений, что риски, которые проецируются из Афганистана, прежде всего спровоцированные потоки нелегальных мигрантов, они будут в центре внимания дискуссии наших лидеров, как и вопросы об оказании содействия афганцам обеспечить в своей стране стабильность и нормальное функционирование гражданских институтов. Говорили мы о ситуации в Европе, поделились нашими оценками действий руководителей Евросоюза, которые сохраняют свой деструктивный антироссийский настрой под воздействием определенной русофобской группы стран-членов. Ну и в этой же связи говорили о ситуации на Украине. У нас одинаковая позиция о необходимости полного выполнения Минского комплекса МИР, но мы показали на конкретных примерах, как последние усовершенствования украинского законодательства по сути запрещают киевским руководителям и другим переговорщикам выполнять то, что от них требуют минские договоренности. Ситуация непростая, и я очень надеюсь, что все наши европейские коллеги, которые искренне заинтересованы в нормализации обстановки на Украине, используют свое влияние на руководство киевского режима. Говорили мы о Ливии и о других ситуациях в Средиземноморье, на севере Африки. Там немало процессов, которые трудно назвать позитивными, но по ливийскому регулированию у нас общая позиция. Мы выступили за постепенный и синхронизированный вывод из этой страны иностранных сил и в качестве приоритетной поддерживаем задачу оказания содействия к проведению всеобщих выборов. Коллега затронул вопрос о Навальном. Я в очередной раз ему посоветовал и предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания Бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым отравлением этого человека. Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы о том, что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Нам бы тоже очень хотелось в этом разобраться. Да, ну и на днях состоялось в Киеве мероприятие под названием «Крымская платформа». Мы в этой связи, итальянские коллеги участвовали в этом мероприятии, мы рассказали наши оценки этой затеи, которая бессмысленно и лишь нагнетает ненужную напряженность там, где необходимо признать существующие реалии. Реалии заключаются в том, что Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации в соответствии со свободным волеизъявлением проживающих там граждан. Мы в целом поговорили очень подробно, конкретно, продуктивно. Я пригласил Луиджи Демао с очередным визитом в Российскую Федерацию. Надеюсь, что мы продолжим наш диалог, в том числе по тем вопросам, которые недавно по телефону обсуждали президент России и премьер-министр Итальянской Республики. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас перейдем к вопросам. Геррера, агентство Анса. Добрый день, министр Демао. Добро пожаловать, министр Лавров. Вопрос у меня к министру Демао. Какова ситуация сейчас в Афганистане? В настоящий момент мы видим, что Великобритания, Германия, Франция завершают свои операции по выводу. Когда последние самолеты итальянские взлетят? И потом по поводу двадцатки. Каким образом проходит подготовка? Работу Вы, естественно, обсуждали с министром Лавровым. Какой вклад может внести Россия? Россия продолжает в любом случае с талибами вести какой-то канал связи. Спасибо. Я кратко хотел бы сказать, что кризис афганский, как Вы знаете, очень сложный, очень драматичный. И нет каких-то прямых или простых ответов на этот вопрос. У нас моральный долг не отворачиваться от народа афганского. Италия очень много инвестировала в Афганистан. И как страна, председательствующая в двадцатке, мы хотели бы прийти к международному консенсусу по ключевым пунктам стратегии, которую мы можем применять к афганскому кризису. В том числе также и из-за неуверенности, которая сейчас овеяна будущей этой страны. И двадцатка, я думаю, что может стать прекрасной платформой для того, чтобы координированным образом управлять этим кризисом. И речь идет о разделенном подходе. И необходимо разделять его также и со странами, на которых больше всего отразится миграция из Афганистана. Мы говорили с министром Лавровым как раз на эту тему. Окружающие страны, граничащие с Афганистаном. И, естественно, чрезвычайный созыв двадцатки может позволить координировать на международном уровне пять приоритетов и позволит консолидировать именно политический профиль, политическую позицию этого формата. Вот почему мы хотели бы провести чрезвычайное заседание двадцатки по вопросу Афганистана, для того, чтобы этот инклюзивный формат позволил нам выявить общие цели и задачи. В том, что касается ситуации на месте, я хотел бы несколько цифр сказать в эти дни. Вместе с министерством обороны мы эвакуировали всех итальянцев из страны, которые хотели вернуться из Афганистана. Всем им была предоставлена эта возможность, и они вернулись. И около четырех тысяч девятисот афганских граждан, благодаря сотрудничеству между Министерством иностранных дел и Министерством обороны. С посольства в Кабуле в ближайшие часы последний самолет итальянский улетит, где будет консул Томмазо Клауди и посол Понте Корво, а также все военные, карабинеры, которые обеспечивали безопасность операций. По эвакуации в эти дни я хочу поблагодарить их всех. Вот, собственно говоря, что происходит в последние дни. На последнем самолете будут те, которые позволили, сделали возможным эвакуацию почти пяти тысяч граждан Афганистана. Спасибо. Девушка сказала насчет того, что Россия, вот она, что с ней делать, надо ее вовлекать. Она давно с талибами разговаривает. Я напомню, мы со всеми разговариваем сторонами конфликта многие годы. В том числе в рамках так называемого московского формата, в котором участвуют все страны региона, которые могут на ситуацию влиять, и Соединенные Штаты, и Китай, и Индия, конечно, и Пакистан. И также мы поддерживали диалог с талибами в рамках так называемой расширенной тройки. Россия, Соединенные Штаты, Китай, Пакистан. И диалог этот продолжался до последнего времени, как вы знаете. Он шел в столице Катара Дохи, и наблюдалась тенденция по затягиванию договоренностей. Ну и, как всегда, если за столом переговоров ничего не достигается, есть большой риск возобновления боевых действий, что и произошло. Но, повторю еще раз, мы были готовы поддержать те соглашения, которые американцы заключили с талибами, и которые, к сожалению, выполнить не удалось, и, наверное, не только по причине позиции талибов. Что касается форматов дальнейшей работы, мы сегодня обсуждали это с премьер-министром Марио Драги, с Луиджи Демайо только что мы подробно об этом говорили. Мы хотим понять, какую роль видят наши друзья итальянские для двадцатки. Какая добавленная стоимость им представляется в результате задействования этого механизма. И нам обещали дать такую концептуальную бумагу, где это будет объяснено. Вот Луиджи упомянул сейчас, что пять принципов надо как бы выполнять, которые были им же оглашены в свое время. Но, если я правильно помню, там борьба с терроризмом занимает пятое место. А первые четыре совсем не про это. У нас, наверное, будут несколько иные приоритеты. Я уже сказал, что главное для нас обеспечить безопасность наших союзников на южных рубежах Российской Федерации, которые имеют прямые открытые границы с Афганистаном. И вот то, что Луиджи подчеркнул о необходимости инклюзивного формата, это тоже важная вещь. Я уже упомянул пять центрально-азиатских стран, которые в 20-ку не входят. Пакистан в 20-ку не входит, Иран в 20-ку не входит. А без них как-то не очень будет полноценна такая дискуссия. И наши коллеги обещали подумать, как сделать форматы, которые могут быть полезными. Мы же в ближайшее время, как я уже сказал, будем заниматься афганскими делами и последствиями того, что произошло в рамках Организации договора коллективной безопасности Шанхайской Организации Сотрудничества. И будем, как я уже сказал, готовы рассмотреть конкретные предложения итальянской стороны о том, какую роль могла бы сыграть 20-ка. Спасибо. У нас вопрос со стороны канала «Известия». Вопрос Сергею Викторовичу. Вот, конечно же, в последнее время очень много говорится о ситуации в Афганистане и в мировом сообществе, кажется, сложился некий консенсус, что необходимо тесное сотрудничество для того, чтобы Афганистан не стал вновь рассадником мирового терроризма. Удалось ли вам сейчас в ходе переговоров все-таки выработать какой-то совместный подход? И как Россия планирует реагировать на новые угрозы, которые возникают буквально каждый день, как в случае с терактом, произошедшим накануне? И также второй вопрос Сергею Викторовичу. Интересная корреляция. Получается, что граждане Сан-Марина, которые в большинстве своем привиты российской вакциной «Спутник Ви», естественно, могут совершенно спокойно, свободно въезжать на территорию Италии. При этом для российских граждан, которые привиты отечественной вакциной «Спутник Ви», такая возможность закрыта. Не видите ли вы в этом политики двойных стандартов? И обсуждали ли вы с вашим итальянским коллегой, при каких условиях возможно возобновление туристического сообщения между Россией и Италией? И также, если господин Демайо может прокомментировать один из этих вопросов, мы были бы благодарны. Спасибо. Ну, насчет того, какие у нас приоритеты по Афганистану, по этой новой ситуации, я только что подробно об этом говорил. Мы будем координировать наши действия прежде всего с союзниками, стратегическими партнерами в рамках УДКБ, Шанхайской организации сотрудничества. Будем готовы сотрудничать со всеми другими странами, которые в духе доброй воли могут поспособствовать нормализации обстановки в Афганистане с упором на обеспечение безопасности. Все остальное будет вторичным в наших приоритетах. Что касается Сан-Марина, я спросил у Луиджа Демайо, чем обусловлена такая привилегированная позиция для жителей Сан-Марина по сравнению с жителями России, хотя и те, и другие вакцинированы одной и той же вакциной. И насчет возобновления туристических потоков. Да, мы рассчитываем, что как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти потоки возобновятся. Мы уже месяц как восстановили прямые рейсы в Италию. И итальянцы, которые этими рейсами прилетают в Российскую Федерацию, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания. Да, подавляющее большинство стран Евросоюза ожидает отмашки из-за Европейского агентства лекарственных средств. Но уже хорошо известно, что решение окончательное принимает национальный регулятор, как это сделала в Венгрии. Она на национальном уровне зафиксировала, зарегистрировала вакцину «Спутник», и у нас с ней есть договоренность о взаимном признании вакцинации теми вакцинами, которыми пользуемся в России и теми вакцинами, которые венгры пользуются у себя в стране. Так что здесь, в общем-то, решение окончательное принимают национальные правительства, а Евросоюз, ну, вы слышали, какие заявления делались, не вполне конструктивные по отношению к российским и китайским вакцинам. Я хотел бы добавить по этой последней теме, но и по Афганистану тоже в настоящий момент граждане Саммарино должны будут сделать третью дозу вакцины себе для того, чтобы им восстановили грим-паз по закону, который был принят буквально до августа месяца, и они должны сделать эту третью дозу вакцины, которая признана Европейским агентством лекарственных средств. И итальянское правительство будет ожидать решения Европейского агентства. Потом, естественно, существуют решения Еврокомиссии, в частности, в последние дни, которые говорят о том, что из некоторых стран, в том числе и за пределами Евросоюза, если помимо той вакцины, которой человек вакцинирован, этот человек может, тем не менее, перемещаться внутри европейских границ. И мы сейчас на эту тему беседуем и с Министерством здравоохранения, но в настоящий момент граждане Саммарино получили возможность адаптироваться к критериям итальянского грим-паз, для того, чтобы... для этого им необходимо будет вакцинироваться третьей дозой. Что касается темы Афганистана, я полностью разделяю принцип, в связи с которым безопасность и подход, связанный с политикой безопасности, в настоящий момент является приоритетом, особенно для граничащих стран. Мы научились за все эти годы, не только в этом регионе, но и в других, каким образом правительство и Европейский Союз тоже научился, что необходимо холистический подход применять в борьбе с терроризмом по тем пунктам, которые мы, соответственно, поставили среди наших приоритетов. Бороться с терроризмом, это и означает помочь населению, чтобы росла экономика, чтобы молодежь не попадала в террористические организации. То есть наш подход, он не исключает один из пунктов или некоторые из пунктов. Все эти приоритеты представляют холистическую модель, холистический подход для того, чтобы противостоять проблеме, которая сейчас выражает нашу общую озабоченность, чтобы Афганистан не стал угрозой для окружающих стран. Герардо Виталий Розати, Ти Джи Тре, министр Ди Майо, вы уже говорили о чрезвычайном плане итальянском для афганского народа. Не могли бы вы рассказать о тех инструментах, которые в него входят? Да, наша цель заключается в том, чтобы координировать всю администрацию и на центральном, и на территориальном уровне, а также представителей гражданского общества. Мы работаем сейчас над своего рода режиссерским пультом по Афганистану, в который включены будут все заинтересованные лица. От ректоров университетов, от мэров городов, представителей гражданского общества, которые сразу же решили быть в распоряжении поддержки афганского населения, женщин, детей, итальянские семьи, которые в эти дни, итальянские мамы, которые спрашивали у меня, каким образом можно взять к себе в семью афганских детей. И я думаю, что в настоящий момент мы должны, как правительство, координировать все эти запросы, все эти выражения готовности, которые позволяют инвестировать в обучение афганской молодежи, в защиту женщин афганских, которые сюда пришли. И я сказал министру Лаврову тоже, что мы не хотели бы, чтобы расплатились за афганские кризисы, граничащие с Афганистаном страны. Мы обсуждали это. И в эти дни в Совете министров задача заключается в том, чтобы помочь афганцам каким-то образом выйти из этой ситуации, в том числе и миграционный поток афганцев в отношении других стран. Мы видели те кадры, которые с пакистанской границы к нам поступают, и мы уже в контакте со странами, которые граничат с Афганистаном для того, чтобы помочь им управлять миграционными потоками при помощи организации объединенных наций, при помощи гражданского общества и одновременно работая на европейском уровне для того, чтобы создавать гуманитарные коридоры. И последний вопрос Russia24. Сергей Викторович, накануне Вашего визита Итальянское информационное агентство АДЖИ выступало с такой темой, позволю себе процитировать. Российский министр намерен просить у своего итальянского коллеги Луччи Демая конструктивного подхода к вопросу санкций. Сергей Викторович, есть ли какая-то доля правды в такой формулировке и обсуждалась ли вообще тема антироссийских санкций сегодня на встрече? Нет, это неправда, мы этой темы не касались, у меня есть много свидетелей, и наши делегации, и итальянская делегация. И тут не должно быть ничего удивительного, потому что мы многократно говорили, что мы санкционную тематику не собираемся обсуждать с теми странами, которые этими санкциями пользуются как инструментом в отсутствие иных, судя по всему, методов продвижения внешней политики. И никогда мы не будем выпрашивать у кого-то каких-то послаблений. Приехал я в эти три страны, в Венгрию, Австрию и Италию по одной простой причине, меня сюда пригласили. И мы всегда ценим возможность для такого конкретного, честного, взаимовыгодного, взаимоважительного диалога. Спасибо большое. Удачной работы всем.